начну с анекдота скажите рабинович вы когда-нибудь прибегали к услугам проституток никогда не прибегал всегда спокойно ходил к услугам тех российских журналистов которые сейчас исполняют приказы тех кто им платит мы тоже не прибегали и спокойно тоже не приходили гигиену соблюдаем так проще безопаснее и для имиджа полезнее это им нечего терять а у нас репутация есть поведение россиян была ожидаемым ведь кружок вялых членов возглавляемый позорно известный в цивилизованном мире по ее же собственном признании оплеванный в автомобильной пробке марго симоньян или большой любительницы омлетов в дорогом авто тины кандилаки априори был заточен на критике всего что только возможно когда дело касается азербайджана давно считающиеся распространителями фейк-ньюс российские сми ехали в баку не матч и чё по футболу освещать а высасывать сенсацию да бог из пальца в этом смысле экспресс метод обслуживания заказчика читай клиента продемонстрировал представители здания спорт экспресс имени его указывать не считаю нужным ибо нет в том смысла это был не журналист это была функция функция лжеца глупца исполнителя любого каприза за деньги заказчика все свои таланты данная функция ринулась демонстрировать сразу с порога заявив что баку настоящая антиреклама чемпионата европы о как нет можно было бы все отнести к традиционному для россии злоупотреблению алкоголем чем не гнушаются даже спортивные комментаторы тот же вася уткин нередко комментировал матч из бодуна но тут кажется проблема шире журналист функция страдает галлюцинациями и потерей способностью выстраивать логические цепочки он сетует на то что на игру эль швейцарию пришло 8782 зрителя вряд ли в истории финальных турниров чемпионатов европы вообще была посещаемость хуже чем это талантливо прикидывающийся шлангом персонаж делает вид что не в курсе того что впервые в истории финальной игры чемпионата европы проводятся в условиях борьбы с пандемией коронавируса он словно не видел как матчи плей-офф лиги чемпионов уефа в том числе и такие как барселона пари сан-жермен и ювентус порту и вовсе проходили без зрителей а ведь там вывеска была гораздо более заманчивой хотя может журналист функция не тут вывеску искал ему кажется нужна была вывеска паба или рюмочной иначе бы он не взял на себя функции оценщика качества олимпийского стадиона в баку этим ведь совсем иные люди совсем иных организациях под названием фифа и уефа занимаются а у них к нашему стадиону претензий нет а вот у журналистов функции нашлись претензии даже к погоде в баку он возмущался тем что летом столица азербайджана стоит жара вспомнилась фраза одного из героев кинофильма самое обаятельное и привлекательное ты что с урала еще немного и журналист функция стал бы возмущаться тем что в баку есть каспийское море и тут проживает слишком много азербайджанцев кто бы ему объяснил что у каждой страны есть свои особенности погодные поведенческие вот к примеру чемпионат мира по футболу 2018 года в россии запомнился многим футбольным болельщикам вовсе не самими играми а тем что творилось в кустах на скамейках и лавках вокруг стадионов тех российских городов что принимали мундиаль россиянки тогда превратили чем по футболу в первенство мира по быстрому сексу с иностранцами дошло до того что российских женщин призвали не заниматься сексом с иностранцами депутат госдумы тамара плетнева заявила что опасается повторения ситуации сложившейся после олимпийских игр 1980 года когда в ссср появились дети олимпиады родившиеся от связи с гостями игр призыв за мячу так и остался неуслышанным но обо всем этом не вспоминает журналист функция оказывающий экспресс-услуги своему заказчику он решил коснуться совсем уж скользкой темы мол тяжелые отношения армении азербайджана из-за спорных территорий в нагорном карабахе привели осенью к вооруженному противостоянию спорными территориями он назвал находившиеся почти 30 лет под армянской оккупации территории азербайджана которые азербайджанскими всегда официально признавала россия но этот нюанс мало интересует журналиста функцию его заказчиков как я что спорными территориями как раз является крым который россии аннексировала и за аннексию которого на россию наложены санкции при том что даже фифа и уефа продолжают считать крым территории украины что и нашло свое подтверждение в виде разрешения сборной украины выходить на матч европейского первенства в форме с изображением страны включающей крым представляю как переживали по этому поводу заказчики журналистов функции ведь многие из них на крымской теме огромные деньги сделали выступая в роли российских патриотов они же заказали истерику по поводу того что в баку не впустили тех российских журналистов что посетили на горный карабах гостили у сепаратистов они нарушили законы азербайджана и должны были быть готовы к наказанию за преступление собственно об этом честно и прямо заявил и российский комментатор алексей андронов не стоит нарушать законы страны в которую собираешься ехать указал он и добавил попробуйте заехать в израиль со штампом ирана журналист функция всего этого не заметил он и его хозяева привыкли пробовать только то что прикажут и видеть то что велено не замечая бревна в своем глазу это я к тому что сама россия запретила освещать матч еще по журналисту общественно правовой медиакомпании арт роберту кемпе который был одним из из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в международной федерации футбольных ассоциаций фифа в частности об обстоятельствах голосований о месте проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах которые достались россии катару при этом он не проявлял неуважение к территориальной целостности россии он не поддерживал сепаратизм то есть не делал ровным счетом ничего из того что сделали арустамян генич масаковский по отношению к азербайджану но именно для того чтобы переключить внимание россиян с критики в адрес их страны на азербайджан который все делает правильно и нужны такие вот журналисты функции предпочитающие экспресс-метод обслуживания хозяев которые по большому счету также являются представителями профессии куда более древней чем журналистика и тут уже не важно прибегают к их услугам или спокойно приходят азербайджан и